Уважаемые коллеги, сегодня наша пресс-конференция посвящена вопросам лекарственного обеспечения. У нас в гостях руководство вновь образованного комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Председатель комитета Людмила Витальевна Бюробекова, а также заместитель председателя комитета Нурлобек Абибулаевич Ассалбеков. Уважаемые гости, добро пожаловать. Людмила Витальевна, в последнее время в СМИ все чаще появляется информация о запрете приобретения лекарственных средств без соответствующего рецепта. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация на сегодня и чем обусловлены новые изменения. Доброе утро, уважаемые журналисты. В настоящее время Министерством здравоохранения ведется работа по усилению контроля за качеством безопасности у лекарств и медицинских изделий, которые обращаются в Республики Казахстан. В этой связи были внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам, таким как регулирование цен, усиление мер по рецептурному отпуску и борьбы с фальсификатами. Так вступила в силу норма закона, наделяющая Министерство компетенции регулирования цен. В реализацию данной нормы были разработаны правила регулирования цен. Сейчас уже сформирован приказ с установленными предельными оптовыми и розничными ценами. Он проходит установленную законодательством процедуру согласования. После утверждения регистрации Министерства юстиции в июле уже появятся предельные цены для реализации в розничной сети. Данный приказ будет доступен на всех интернет-ресурсах Министерства здравоохранения, комитета и территориальных подразделений комитета. Напомню, что цены для реализации могут быть ниже, чем будут установлены предельные цены, но не выше установленных цен. Устанавливается предельная цена на каждое торговое наименование, что позволит выровнять ценовую политику во всех регионах страны. И одно и то же торговое наименование будет стоить одинаково. За нарушение правил регулирования цен предусмотрена административная ответственность от 70 до 1000 МРП штраф. А за повторное нарушение предусмотрена норма по приостановлению лицензии на фармацевтическую деятельность. Одним из приоритетов фармацевтической отрасли является усиление контроля за выписыванием и потреблением рецептурных лекарств, проведение анализа выбора лекарств, в том числе и на доказанную эффективностью. Международный опыт показывает, что около 80% лекарственных средств, которые обращаются, должны отпускаться по рецепту врача. При этом, согласно оценке ВОЗ, проведенной у нас в стране, указано, что более 50% препаратов, которые необходимо отпускать по рецепту, отпускаются без назначения врача. И около 10% этих препаратов являются фальсификатами, не зарегистрированными на территории Республики Казахстан. Вероятность ошибки при выборе препарата, его дозы и длительности лечения может привести к удлинению продолжительности лечения до 80%. Масштабы последствий нерационального применения лекарственных средств очень угрожающие. Это, прежде всего, несвоевременность обращения к врачам, это осложнение и переход в хроническую форму, в том числе и развитие побочных действий лекарственных средств, которые могут привести к необратимым последствиям и развитиям заболеваний печени, почек, сердца. Например, антибиотики. Они являются одним из лучших достижений медицины, и за время изобретения пенициллина почти 100 лет прошло, они спасли очень много жизней. Вместе с тем, нерациональное применение антибиотиков приводит к развитию антибиотикорезистентности. И сейчас Всемирная организация здравоохранения оценивает эту тенденцию как глобальную проблему, которая требует принятия соответствующих мер, в том числе и правильности назначения и использования антибиотиков. Важно отметить, что продажа лекарств в аптеках Казахстана по рецепту не является новым требованием Министерства, и данная норма была внедрена еще более 15 лет назад. На сегодняшний день зарегистрировано более 7600 наименований лекарственных средств, из них 1640 являются безрецептурными препаратами. С полным перечнем препаратов, которые отпускаются без рецепта врача, можно ознакомиться на интернет-ресурсе Министерства, Комитета, территориальных департаментов наших и Национального центра экспертизы лекарственных средств. Кроме того, с помощью мобильного приложения Dariki-Z, которое доступно для андроидов и для системы Apple, можно увидеть все зарегистрированные на территории страны лекарства, ознакомиться с инструкцией к применению на государственном русском языках, где указаны все побочные действия, которые могут развиваться. Кроме того, там указаны условия отпуска, рецептурный или безрецептурный, включен ли он в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. И в июле месяце также в этом приложении мобильном будет доступна услуга по предельной цене, по которой реализуются препараты в розничной сети. Кроме того, для упрощения процедур выписывания рецептов, так как сейчас норма действует о том, чтобы рецепты должны храниться в аптеках 3 года, с 2020 года мы планируем переход на полный электронный формат работы в информационных системах министерства. Например, в рамках перехода на безбумажные больницы отдельные регионы, такие как Караганда, Атырао, Восточно-Казахстанская область, уже перешли на электронный формат выписывания рецептов. В настоящее время министерство взят на контроль вопрос своевременного выписывания рецептов врачами на уровне первичной медико-санитарной помощи, регулирования очередей в поликлиниках и наличия узких специалистов. Сейчас проводятся сотрудниками наших территориальных департаментов совместно с профильными ассоциацией фармацевтической отрасли разъяснительная работа с работниками первого стола в аптеках и с медицинскими работниками. Это приведет к тому, что выписывание рецептов будет способствовать рациональному использованию лекарств, предотвращению самолечения и выявлению контрафактной продукции. Для получения любой информации по вопросам рецептурного отпуска и бесплатного лекарственного обеспечения СК фармации развернут контакт-центр по короткому номеру 1439, где можно получить исчерпывающую информацию, какие препараты отпускаются по рецепту, какие без рецепта, в том числе узнать перечень бесплатных препаратов, отпускаемых для амбулаторного лечения, и узнать статус отгрузки и какие препараты имеются в поликлинике по месту прикрепления. Одной из эффективных мер контроля за фальсификатами и обращению лекарств на внутреннем рынке является система фармаконадзора или сбор так называемых желтых карт. Данная система является международно признанной и признанной ведущими регуляторными органами Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза. На текущий период оценку поступившихся желтых карт проводит Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий и затем предоставляет информацию в Комитет о необходимости принятия регуляторных мер, таких как отзыв регистрационного удостоверения или приостановление применения препарата и обращение его на территорию Республики Казахстан. Например, за пять месяцев текущего года принято решение об отзыве и приостановлении реализации 18 препаратов, а также приостановлена реализация 43 наименований препаратов до внесения изменения в инструкцию по медицинскому применению вновь выявленного побочного действия. Следует отметить, что фармацевтический рынок Республики зависим от импорта и более 80% поставляется импортерами. Но, к сожалению, наш рынок привлекательный не только для добросовестных импортеров, но и для фальсификаторов. Практика показывает, что большая часть фальсификатов, выявленных в Российской Федерации, обращается и в нашей стране. Фальсифицированные лекарства известных европейских компаний поступают в страну не по прямым контрактам, а с заводом-производителем, путем реэкспорта, в том числе и из соседних стран. Информация о наличии фальсифицированных лекарств в аптечных и медицинских организациях к нам поступает, как правило, от самих заводов-производителей, которые присутствуют на нашем рынке. И сотрудники нашего комитета выходят с проверками, выявляют данные факты и применяют меры административного взыскания и меры по пресечению дальнейшей реализации таких препаратов. Анализ показывает, что за последние три года идет рост обращения незарегистрированных фальсифицированных препаратов в стране. Таких фактов было установлено 61. И поэтому для того, чтобы вовремя выявлять такие факты, нам необходимо усиление контроля именно за рецептурным отпуском, который позволит нам регулировать как факты правильности предельных цен отпуска, в том числе и отпуска незарегистрированных препаратов. С целью расширения и обеспечения пациентов бесплатными лекарственными средствами министерством сейчас проводится работа по расширению данного перечня. Рассматривается расширение перечня как в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, так и в системе обязательного социального медицинского страхования. Планируется расширение категории пациентов с заболеваниями, так называемых управляемых причин на уровне первичной медико-санитарной помощи, а также детей с острыми состояниями и с орфанными заболеваниями. На сегодняшний день в данный перечень входит около 49 нозологий и состояний. Закупается централизовано 500 наименований лекарственных средств по международному, непатентованному наименованию. Выделено финансирование в размере 116 миллиардов тенге. СК фармации закупки произведены еще в прошлом году. Отгрузка производится своевременно, все препараты есть в наличии. И расширение перечня, которое будет произведено, оно будет произведено в рамках ГУБМП и в рамках внедрения системы страхования, что позволит более расширить перечень. И тогда пациентам не нужно будет тратить свои карманные расходы на препараты. Они будут получать эти препараты бесплатно при условии прикрепления к поликлинике и наличия в диспансерной группе. На этом благодарю за внимание. Если есть вопросы, готовы ответить. Благодарю вас, Людмила Витальевна, за предоставленную информацию. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...